Продолжение следует... Общей тематике, которым были посвящены два предыдущих вебинара, которые были связаны с проблемами патологии опорно-видетельного аппарата. Один из этих вебинаров был посвящен такой проблеме такой стеопороз, а другой ревматоидному полиартриту. Сегодня же в большей степени мы уделим внимание проблемам позвоночника и разберем такую мозологическую форму, как остеохондроз. А также немного проговорим такую проблему, как артрозы. Итак, прежде всего, чтобы нам подступить уже непосредственно к проблеме остеохондроза, давайте вначале немножечко познакомимся с анатомией, то есть состоянием позвоночника. Позвоночника, который, как известно, является основой всего скелета, является опорой нашего тела и, соответственно, имеет следующее строение. Позвоночный столб формируется отдельными образованиями, которые называются позвонки. Давайте посмотрим, сколько для всего позвонков. Отдельно взятых позвонков уделяют 24, которые объединяются в отделы. Верхний отдел – это шейный отдел позвоночника, шейные позвонки, здесь 7 позвонков уделяют. Далее идет самый продолжительный отдел позвоночника – это грудные позвонки и, соответственно, это грудной отдел позвоночника. Следующий отдел – это поясничный, который также сформирован из 5 позвонков. Затем в позвоночном столбе выделяют непосредственно крестец. Крестец рассматривается как единая кость, но, тем не менее, это 5 объединенных между собой также позвонков, которые в процессе эволюции сформировали такое-то единое образование. И конечным отделом позвоночника являются уже копчики, которые также состоят из копчиковых позвонков. Позвонки соединяются между собой, вот здесь отдельно вынесено на данном рисунке, формируют между собой суставы, и позвонки между собой соединяются таким образом. Сейчас вам посмотрите, что между ними находится такая вот прослойка, не что и она, как межпозвонковый диск. Вот он. Значит, межпозвонковый диск, который имеет такое вот пищевое, можно сказать, строение и выполняет роль амортизации. То есть смягчает силу давления, которое будет приходиться при движении, при нагрузке на тело позвонков. Давайте посмотрим, как устроен сам позвонок. Ну, позвонки, в зависимости от того, к какому отделу они принадлежат, они имеют небольшие различия в своем настроении. Но, тем не менее, каждый позвонок включает в себя тело и включает ряд отростков. Отростки есть парные и есть один единственный непарный отросток, это растистый отросток. Парные верхний, нижний и поперечный. Обратите внимание, в боковых отделах позвоночника имеется отверстие. Вот оно, межпозвонковое отверстие. Межпозвонковое отверстие, которое является местом выхода нервных корешков, корешков спинномозговых нервов. Тело позвонка и отростки образуют, так называемый, канал, спинномозговой канал, в котором находится спинной мозг. Значит, спинной мозг находится в такой довольно надежном анатомическом костном образовании. И через вот эти отверстия межпозвонковые выходят корешками и спинными мозговыми нервами, которые его непосредственно выполняют на референцию. Вот такое вот в общих чертах имеет строение наш позвоночник. Нужно сказать, что позвоночник, если так от него посмотреть, в сагитальной плоскости, как называется, он имеет определенные изгибы. Имеется два изгиба вперед и два изгиба назад. Это совершенно физиологические, так скажем, изгибы позвоночника. Значит, те изгибы, которые будут обращены вперед, а это шейный и поясничный отдел, это называется лордоз. То есть изгиб позвоночника вперед. И имеются также два изгиба назад. Вот это грудной отдел и крестовый. Это будет уже называться гифо. Это совершенно естественное образование. Однако, мы чуть дальше это увидим, есть еще изгибы позвоночника. Это, скажем, отклонение его либо вправо, либо влево, которое будет называться сколиозом. Но мы посмотрим это чуть дальше и скажем, что сколиоз может явиться причиной, одной из причин развития остеохондроза. Итак, вот общее настроение позвоночного пола. Увидели, да? Значит, основные образования и то место, где находится сколиоз, и место выхода вот этих вот нервных корешков. Теперь уже, зная общую структуру, общее настроение, будем переходить, соответственно, к полуопию. Итак, мы сегодня говорим о такой нервологической форме, как остеохондроз. Что же такое остеохондроз? В общем, как видно, да, остеохондроз – это поражение межпозвонковых дисков и других, соответственно, тканей позвоночника. Но изначально это, конечно же, идет подразделение межпозвонкового диска. Вот тот диск, который находится между телами двух соседних позвонков и который выполняет, еще раз повторяю, рост амортизации. Если происходит нарушение его структуры, нестрофически, как мы поняли, вот, да, деформированный диск, здесь тоже показан на этом рисунке, то, соответственно, происходит деформация этого отверстия, бокового отверстия, через которое выходят корешки спинно-мозковых нервов. И, соответственно, происходит их ущемление, давление. И отсюда основным клиническим проявлением остеохондроза, конечно же, будет являться болевой синдром. Итак, еще раз, более такое подробное понятие, что же такое остеохондроз. Еще раз, это дистрофический процесс в межпозвоночных дисках. В результате этого дистрофического процесса позвоночник сжимается, диск еще более раздавливается, и, соответственно, диски теряют свою эластичность. Происходит то, что основная функция исчезает, а роль амортизации не выполняется. Нервные окончания сжимаются, возникает боль, появляется отек. Остеохондроз, нужно сказать, это очень распространенная патология. И посмотрите, по статистическим данным, остеохондрозом страдает от 40 до 90% всего населения земного шара. Ну, как правило, эта патология страдают люди уже старше 30 лет, и вообще, как бы считается, что остеохондроз – это заболевание, которое впервые может возникнуть 25-30 лет. Но сейчас немножечко уже данные изменяются, и остеохондроз может уже проявиться и в подростковом возрасте. Каковы же причины, которые приводят к развитию остеохондроза? Причин остеохондроза на самом деле несколько. И, чтобы правильно их разобрать, их делят на две основные группы причин. Это причины, которые есть внутренние или эндогенные, и внешние, которые экзогенные. Это к эндогенным причинам от носа. Это те причины, которые возникли, ну, еще, так скажем, задолго до того, как появилась вообще какая-то нагрузка на позвоночник. То есть это причины внутриутробного развития позвоночника. Все, что происходит в эндогенезе, в индивидуальном развитии, да, еще внутриутробно. Это фактор, который рассматривается как наследственная предрасположенность. И, конечно же, к эндогенным причинам относятся возрастные изменения хрящевой ткани. Возрастные изменения, то есть те изменения, которые все-таки происходят с возрастом. Поэтому мы и выделили, так скажем, тот фактор, что этим заболеваниям все-таки попадают в связи зрелого и пожилого волоса. Это эндогенные причины. Но основная роль развития остеохондроза все-таки будет отвориться не к эндогенным причинам, да, потому что возрастные изменения имеют не с собой. Давайте разберем экзогенные причины остеохондроза. К экзогенным причинам остеохондроза можно в целом обозначить это, скажем, образ жизни. То есть это причины, которые связаны с образом жизни человека. И именно на вот эти вот причины можно непосредственно повлиять. Что же это за экзогенные причины развития остеохондроза? Посмотрите. Это неправильное распределение нагрузки на позвоночник. Все мы выполняем определенную физическую нагрузку, да, поднимаем какие-то определенные тяжести, грузы. И вот неправильное перераспределение ношения к тяжести, неправильное выполнение физической нагрузки, физических упражнений даже неправильных, может спровоцировать развитие остеохондроза. Конечно же, это травма. Травмирующий фактор может привести к развитию этой патологии. Это различные инфекции. И посмотрите, это слабость, мышечная слабость, особенно мышцы слабости спины. Мышцы выполняют рот своеобразного корсета. И если этот корсет слаб, то, соответственно, нагрузка, которую будет испытывать позвоночник и непосредственное воздействие на мышцепланковые действия, она будет очень колоссальна. Сутулость или другими словами, вот то, о чем мы говорили в самом начале, это нарушение осанки и так называемое боковое эстообразное искривление полвоночника. Это длительное нахождение человека в неудобной позе. Это, как правило, связано с сидячим образом жизни. Если на работе человек проводит 8 часов, допустим, он сидит все 8 часов перед компьютером, и положение тела его неудобное, неправильное, то, соответственно, это, конечно же, приведет к нарушению осанки, возможно, к развитию сколиоза и, как следствие, развитию остеохондроза. И вот на следующем слайде я как раз привожу в качестве иллюстрации то, что мы сейчас с вами обозначили. Посмотрите, это уношение тяжести. И одним из методов профилактики, будем говорить об этом в самом конце, будет как раз являться правильное перераспределение, чтобы не носить все в одной руке. Соответственно, что очень большой фактор риска – это детский и подростковый возраст, когда ребенок отправляется в школу и носит грузы, которые, соответственно, его возрасту совершенно не подходят. И сейчас можно сказать, что это хорошая тенденция, когда дети ходят с очками, потому что распределение нагрузки на спину является более равномерным, и положение тела является более физиологичным, вертикальным, нежели это ношение учебных принадлежностей в портфель. Потому что портфель уносится в одной руке, и, как правило, это ведет к нарушению осанности. Ну и вот на этой картинке показано как раз отобразное скрежение позвоночника, называемый скрелоз. Посмотрите, если вы смотрите на фронтальной плоскости, то позвоночный сок должен быть прямой. Это в сагитальной поверхностной плоскости, мы сказали, он имеет два лордоза и два тихоза. А в фронтальной – прямое. Должно быть положение позвоночного столба. И вот искривление его S-образное либо влево, либо вправо – это, соответственно, нарушение осанности, векущей за собой массы различных патологий, в том числе и развитие остеохондроза. Итак, остеохондроз, он не возникает одномоментно в одночасье. Он, как и любое другое заболевание, проходит в ряд определенных стадий. И вот здесь, как раз на представленном слайде, это хорошо и заметно. Все как бы начинается и отталкивается от нормы. То, что бы было с чем сравнивать. Вот он, нормальный диск, межпозвоночный диск. Еще раз. Межпозвоночный диск, он имеет волокнисто-хрящевую структуру. И в середине этой пластинки диска выделяют такое образование, которое называется спиджинистое ядро. И, соответственно, еще раз хочу сказать, выполняют вот эти прокладки, выполняющие амортизирующиеся. Если происходят дегенеративные изменения волокнисто-хрящевой структуры, то и идет, соответственно, изменение морфологии, изменение вот этой структуры, строения диска. Вот как раз здесь показан дегенеративный измененный диск. Но он пока еще цел. Но функция его уже будет нарушена. Следующая стадия развития остеохондрота связана, опять же, с продолжающимися изменениями в строении самого диска. Так называемая протрузия диска. Вот посмотрите диск, и имеется определенное выпячивание диска. Далее мы посмотрим по стадии. И следующая уже, можно сказать, самая тяжелая. Стадия развития этих оконтроза – это грыжа диска. Нарушает целостность огрозного кольца. И, соответственно, происходит выпячивание. Выпячивание происходит в сторону спины микрового канала. Вот такое вот постадийное развитие остеохондрота. Давайте посмотрим на развитие этих стадий. Скажем, тут степенно проэтапно. Итак, если мы посмотрим на верхнюю иллюстрацию, то что мы видим? Первое – это совершенно здоровый диск. Как бы смотрим на разрез позвонка сверху. Соответственно, вот оно, тело позвонка. И между одним телом и другим телом находится диск. Вот он, совершенно здоровый диск, который выполнен по периферии. С ядрозным кольцом, да, который как раз имеет толоконистую пищевую структуру. А в центре имеется ядро. Ядро этого диска, которое мы назвали студенистое, да, или плотное ядро. Соответственно, что происходит при изменении структуры диска? Вот она, протрузия. Целостность кольца фиброзного, как вот здесь видно, она пока еще сохраняется. Но дегенеративные изменения идут, и в каком-то месте происходит истончение. Соответственно, как правило, истончение происходит в сторону стеномозкового отверстия. Там, где выходят корешки стеномозковых мерок. И сюда начинает образовываться такой вот выпячивость, которая начинает оказывать давление на вот этот вот корешок стеномозкового мерка. Это протрузия. Следующая, наиболее тяжелая стадия остеохонтоза, это уже формирование грыжи, соответственно, межпозвоночного диска. Посмотрите. Дегенеративные изменения более выраженные. Нарушается целостность фиброзного кольца. Вот ее нет уже, да, вот его каркаса не держит. И происходит полное выпячивание. То, что называется грыжа. Выпячивание садрозного кольца – это вот единистая субстанция, которая непосредственно оказывает такое мощное давление на вот этот вот корешок стеномозкового мерка. Ну, и то же самое мы увидим теперь еще на нижней картинке, где вот показана как раз проблема в поясничном отделе позвоночника, формировавшаяся грыжа в места, которая оказывает такое вот, видите, как она сильно образовалась выпячиванием, и, соответственно, происходит сильное давление. Соответственно, сильное давление – это выраженные болевые симптомы. Итак, каковы же общие симптомы остеохамброза? Ну, конечно же, это боль, о которой мы сегодня неоднократно говорим. Боль. Нарушение движения нервных импульсов по нервному волокну, по нервам. Соответственно, нарушение трофики, то есть питание тканей, которые иннервируют эти нервы. Чем это проявляется? Это проявляется анемением, прежде всего, нарушением, изменением чувствительности определенных участков тела, тех участков, которые иннервируются определенными нервами, да, тех сегментов спинного мозга, которые вот затронуты в облеченных процессах. Соответственно, нарушается трофика, чем это сопровождается? Это сопровождается мышечной слабостью. Сладостью, допустим, мышечной слабостью конечности. Если человек выполняет какую-то физическую нагрузку, вдруг совершает резкие движения, то, соответственно, болевой синдром усиливается. И в зависимости от того, в каком отделе позвоночника возникает остеохондроз будет выделять, соответственно, остеохондроз шейного отдела, повесничного, вернее, шейного, повесничного отдела. Общее проявление одинаковое. Ну, давайте все-таки посмотрим, какие есть особенности по отделу. Остеохондроз шейного отдела позвоночника является наиболее опасным. Почему? Потому что шейные позвонки, они наиболее мобильны и нестабильны. А ширина позвоночного канала в шейном отделе позвоночника, она здесь наиболее узкая, минимальная ширина. Здесь же через шейный отдел позвоночного колба проходит артерия, которая непосредственно кровоснабжает и питает головной мозг. Соответственно, остеохондроз шейного отдела позвоночника может привести к тому, что артерия, несущая шворот, питательные компоненты к головному мозгу, она может защемляться. И, соответственно, кровоснабжение мозга при этом будет нарушаться. Чем это проявляется? Ну, это проявляется, прежде всего, головной болью. И при шейном остеохондрозе, как правило, боль, она в основном локализуется в области затылки, затылочной боли. Нарушение кровоснабжения головного мозга проявляется тем, что пациент может жаловаться на наличие фото ряби, мелькание мушек перед глазом, головокружение, связанное с шворотной недоставочностью. Будет нестабильность в целом артериального давления. Нарушается кровоснабжение мозга, продают когнитивные функции, то есть меняется, меняется, память, ухудшается память. В целом отмечается снижение умственных способностей, умственной работоспособности. Вот это все основные проявления шейного остеохондроза. И поэтому, если рассматривать такой клинический сирен, как головной боль, то, прежде всего, нужно исключать наличие шейного остеохондроза. Следующий отдел. Следующий отдел – грудной остеохондроз. Ну, сравнительно, да, по сравнению с шейным остеохондрозом, грудной остеохондроз встречается относительно редко. Но выделяют, как бы, отдельный вид остеохондроза, который наблюдается на стыке двух отделов, шейного и грудного. Это, так называемый, уровень С7. С – это седьмой шейный позвонок и Т1 – это первый грудной повинок. Так вот, на, как раз, остеохондроз в области межпозвоночного диска между С7 и Т1. Это граница шейного грудного отдела. И вот прям такая, и выделяют отдельно шейно-грудной остеохондроз. Чем он характеризуется? Он характеризуется также болевыми проявлениями Боль локализуется в основном в области лопаток. Боль может клонующего характера появляться в области грудных рёдок. И боль будет усиливаться при сильном вдохе. Соответственно, в руках может наблюдаться изменение чувствительности в виде анемии. и может это проявляться в виде мышечной слабости в руках. Следующий отдел это поясничный. Поясничный отдел нашего позвоночного столба он принимает на себя в процессе нашей жизни в результате прямохождения основную нагрузку. и в связи с тем, что человек не только находится в вертикальном положении, а в основном ведет судячего образа жизни, то именно чаще всего развивается проблема именно в поясничном отделе позвоночника. Поясничный остеохондрот. Ну, чем проявляется поясничный остеохондрот? Это прежде всего защемление корешков спинномозговых нервов в поясничном и поясничном крестовом отделе. Болевой синдром. Болевой синдром в области поясницы, простреливающая боль в области поясницы. Боль может отдавать в области ягодицы, боль может отдавать ирогенировать заднюю повязку сердца, боль не только сканяться на всю нижнюю конечность. Это называется люмбага. остеохондрот в плоскошечном отделе позвоночника. Здесь могут при эпилокализации наблюдаться также изменения работы внутренних органов. Это прежде всего будет страдать функция органов мочевыделения. Все, что связано с мочеиспусканием это проблемы связанные с поражением кишечника и дификацией и проблемы связанные с эрекцией. В результате вот нарушения иннервации. Но основные то, что прежде всего заставляет обратить внимание пациента при проблемах в поясничном отделе позвоночника это прострелы в области поясницы отдающие в область нижней конечности. Это онемение нарушения чувствительности в области пальцев ног и опять же это нарушение мышечной активности мышечного остального и затем уже это проявление нарушения со стороны внутренних органов. Вот это основные проявления. На диагностике сильно не останавливаются потому что основным диагностическим критерием конечно же является клиника и соответственно это рентгенологические исследования которые как раз позволяют установить степень выраженности эстероха ну и конечно так как мы разбирали на прошлых примерах это сосуковое исследование это соответственно МРТ что же касается лечения лечения стеохондроза оно конечно индивидуальное зависит от стадии в которой выявлено это заболевание но давайте посмотрим что выделяют несколько основных видов лечения ну прежде всего это симптоматическое лечение оно основано на том чтобы снять основной симптом это снять болевые проявления обезболивающее воздействие в основном это симптоматическое лечение и логическое лечение логическое лечение если вот такие есть уже макологические изменения как мы видели в виде грыжи что раздавливает нервные окончания, то, конечно же, здесь стоит очень актуальный вопрос о террористическом лечении, хранении этих бирж и деформации полоночника. И особая роль отводится восстановительный период реабилитации пациента как после террористического лечения, так и в целом именно реабилитация на фоне остеохондроза. И вот на этом мы сегодня остановимся. Итак, как обычно, мы вначале разбираем академические моменты, академические механизмы, связанные с развлением легоной заложки сегодня остеохондроз. И всегда останавливаемся на тех направлениях, которые имеют место быть в аюрведической медицине. Итак, в аюрведе остеохондроз относится, прежде всего, к дисбалансу ватта. И, если вы помните, на прошлом вебинаре мы говорили о ритматоидном полиартрите. В целом, артрите, артрита, так как воспалительные заболевания кислорода, это тоже заболевание с разностью с балансом ватта. Поэтому, если говорить об аюрведических подходах к терапии, то, прежде всего, нужно приводить равновесие ватта-доши. Соблюдается определенная диета. Диета по ватта-типу – это режим дня, йога, медитация, арома и цветоперапия. Особое внимание в аюрведе отводится в йога-терапии. Ну, и тут нет никаких абсолютно разногласий между аюрведическими подходами терапии и классическими академическими. Йога-терапия как один из механизмов в целом физической натручки, как один из подходов к лечебной физкультуре, оказывает, конечно же, свой исцеляющий эффект. И йога применяется не только с целью лечения уже имеющего свой стеохондроза, а также является очень важным методом, способом профилактического. На чем основано действие йога-терапии? Ну, прежде всего, йога-терапия оказывает расслабляющее действие на мышцы, убирает мышечный пазм. Йога-терапия вытягивает в целом позвоночные отделы позвоночного мозга и возвращает определенную гибкость и подвижность. Но любой метод физиотерапии, о которых мы сегодня будем говорить, любой метод физической нагрузки, в том числе йога-терапия, направлен на то, чтобы улучшить кровоснабжение пораженного зона. Потому как основной подход в терапии – это, прежде всего, восстановление кровоснабжения. Мы сказали, что в межпозвонковых языках происходит дегенеративное изменение. Значит, нужно улучшить трофику, плюс питание этой ткани. А как это можно сделать? Это можно сделать только путем улучшения кровоснабжения. Поэтому йога-терапия улучшает кровоснабжение пораженных зон. В целом физические упражнения оказывают укрепляющие воздействия на мышцы, как на каркас, в целом опорно-диктингового аппарата и на кости. Йога-терапия, смотрите, она работает с суставами, поэтому она показана не только при остеохондрозе, но и при любых заболеваниях суставов. То есть, в целом, при проблемах, связанных с опорно-диктинговым аппаратом. Поэтому, если йога-терапия улучшает кровоснабжение, то, прежде всего, улучшается сама трофика, плюс все питательные компоненты, которые находятся в крови, это, прежде всего, кальций, который поступает в кровоснабжение питания, это какие-то определенные витамины, минеральные комплексы, которые будут назначаться в пациентах, они лучше не успешаиваться с этой кальций. Вот на этом основаны действия биологи-терапии. Следующие методы, которые относятся к восстановительным мероприятиям, это аппетерапия. Аппетерапия, ну, и, другими словами, это лечение пчелами. Это тоже очень давно известный способ течения остеохонтоза. Но не непосредственно самими пчелами, да, а продуктами пчеловодства. Чаще всего это используется прополис, который накладывается в виде определенных аппекаций к местам выраженной боли. Его накладывается, ну, довольно на длительное время, на день или на два. И эти пластинки с прополисом укрепляются при помощи лекопластики. И вот, воздействуя на точки самого такого болевых проявлений, указывает терапевтический эффект. Следующий метод восстановительной терапии, это герудотерапия. Герудотерапия – это лечение пиявками. Тоже все знают, что пиявки, погружаясь в тело, выделяют слюну, в которой содержится очень активное, биологически активное вещество, которое называется герудин. Оттуда и герудотерапия. Что делает это вещество? Ну, как правило, пиявки, они накладываются на к биологически активным точкам. И вот здесь как раз на специальном слайде показано, куда накладываются, наносятся пиявки. Значит, на биологически активные точки идет рефлекторное воздействие, которое способствует тому, что снимается опять же спазм, мышечный спазм, и улучшается кровоснабжение, и этим образом улучшается тропика, и в целом улучшается общее состояние цены. Одним из очень актуальных методов терапии остеохондроза является мануальная терапия. Мануальная терапия. Ее можно использовать только в период ремиссии, то есть когда нет ярко выраженных болевых проявлений, нет остроты процесса. Значит, что, в чем основано действие мануальной терапии? Эти приемы, они опять же, врачами, мануальными терапевтами приводят к тому, что восстанавливается нарушенное соотношение между позвонками, то есть восстанавливается их анатомо-физиологическое взаимоотношение. И это приводит к тому, что опять же снимается мышечный спазм и уходит болевой синдром. Если снимается мышечный спазм, значит опять же улучшается кровообращение, улучшается тропика, уроженого участка. Следующий метод терапии при остеохондрозе это озонотерапия. Озонотерапия, этот метод основан на том, что паравертебрально, паравертебрально, то есть рядом с позвоночником, лбом вертебром позвоночника, пара это рядом, то есть параллельно к позвоночнику делаются инъекции подкожно-подкожно- озонокислородной смеси. Озонокислород для чего? Для того, чтобы улучшить питание, улучшить тропику, улучшить кровоснабжение. Опять же снять мышечный спазм и убрать болевой синдром. Вот для этого проводится озонотерапия. Следующий метод физиолечения это грязелечение. Грязелечение тоже нашлось широкое применение при остеохондрозе. Применяются природные сульфидные иловые грязи. Применяется электрогрязь. Опять же в виде аппликаций. Но в зависимости от тяжести заболевания, от состояния в целом клиента, грязи могут назначаться различной температурой. Но, как правило, грязи назначаются невысокой температурой. Почему? Потому что все опять же направлено на то, чтобы улучшить кровоснабжение пораженного участка. Вот на этом основаны действия грязи терапии. Следующее, на чем хотелось бы сейчас остановиться, это все мы говорим сейчас о методах физиотерапии. Их очень много. Они все активно применяют в лечении эфрохондроза. И сейчас хотелось бы обратиться к возможностям параметокравного комплекса «Видопульс». Здесь очень широко представлены методы физиотерапии. И вот здесь в качестве примера я приложу возможности квантовой терапии и возможности КВЧ-терапии. Соответственно, они находятся в модуле физиотерапии. Квантовая терапия. Что это такое? Квантовая терапия – это воздействие светом либо светом, ну как правило, светом на биологически активные точки. КВЧ-терапия. Квантовая терапия – это воздействие прибором такого вида, как риктор. А КВЧ-терапия – это воздействие крайне высокими частотами, электромагнитными импульсами крайне высоких частот, которые также воздействуют на биологически активные точки. Соответственно, есть такой прибор, который называется ВЕДАКВЧ. Ну, либо другой прибор, который вот оказывает воздействие крайне высокими частотами. Ну, все вы наверняка знаете, что в АПК ВЕДАПУЛЬС этих модулей, этих модулей, да, можно выбрать непосредственно на залоге, здесь очень активно видно, проблему выбрать, конкретную проблему, да, связанную с истёхомброзом, и выходит определенный, совершенно конкретный рецепт воздействия на биологически активные точки по дням. С изображением, локализацией этих точек и даже возможностью сохранить заключение конкретно для каждого пациента с иллюстрацией каждой точки. Тоже как один из методов, да, физиотерапии и квантовой терапии ЭПКВЧ. Вот сейчас мы попытались отразить основные моменты, которые связаны с такой проблемой, как остеохондроз. Мы еще вернемся, когда мы говорили о профилактике. А теперь хотелось бы сказать несколько слов о другом, скажем, другой нозологической форме, другой актуальнейшей проблеме, связанной с нарушением функций отворно-двигательного аппарата, так как артроза. Артроз – это заболевание суставов, это дистрофическое заболевание суставов, которое связано с разрушением хрящевой ткани внутри суставов. Той ткани, которая покрывает внутреннюю поверхность, суставную поверхность. Соответственно, идет ее дистрофическое изменение, и нарушается морфология сустава, и нарушается функция сустава. Процесс продолжается длительное время, которое приводит к таким, можно сказать, необратимым изменениям. Нужно также отметить, что артроз – это распространенное заболевание суставов во всем мире. И посмотрите, по статистическим данным, артрозом страдают до 80% населения, опять же, всего темного шара. И патология эта весьма распространена. Если смотреть, опять же, статистические данные, то проблемы, связанные с суставами, а именно артрозы, стоят на третьем месте после таких заболеваний, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, и на третьем месте стоит изменение, связанное с суставами, то есть артрозы. Вот мы говорили на прошлом вебинаре про артриты, а сегодня мы затрагиваем такую проблему, как артрозы. В чем же, так скажем, отличие артрита от артрозы? Артрит – это тоже идет поражение суставов, но это, как правило, поражение воспалительного характера. И артрит, как правило, он не является самостоятельной проблемой. Если есть артрит, допустим, как ритматоидный полиартрит, там увлекается процесс миогида несколько суставов, то при артритах, как правило, имеют место быть в лечении патологический процесс и других систем. При ритматоидном полиартрите, мы говорили, процесс увлекается и в сердце, увлекается и кожа. То есть, какие-то определенные системы еще тоже будут затронут. Артроз – это, вот как мы видим, такое дистрофическое изменение хрящевой ткани, и все-таки оно больше связано с возрастными изменениями. Каковы же причины, которые приводят к артрозу, то есть, которые приводят к разрушению суставных хрящей? Посмотрите, это нарушение обмена веществ любого характера, допустим, это может быть сахарный диабет, проблемы связанные, любое нарушение обмена, проблемы с шитоидом, это гормональные нарушения, то есть, это подтверждает. Снижение кровотока суставов, то есть, еще раз, хотелось бы обратить внимание, что нарушение трофии, нарушение кровоснабжения приводится к каким-либо дегенеративным изменениям, как один из факторов развития остеохондроза, так и один из факторов искорного развития артроза. Наследственный фактор, возрастные изменения, любые травмы суставов также способствуют развитию дегенеративных изменений. Но самая распространенная причина артроза, я выделила это жирным циршритом, это ненормированная нагрузка на суставы, в то время, как хрящи не могут ей сопротивляться. Ненормированная нагрузка на суставы, когда может быть? Она может быть при выполнении любой физической нагрузки, неправильном, допустим, поднятии тяжести. Это могут быть активные физические упражнения, занятия спортом, которые сопровождаются чрезмерными физическими нагрузками. Опять же, неправильное выполнение любых упражнений вызывает колоссальную нагрузку на суставы и приводит вас к таким дегенеративным изменениям пищи. Ну и давайте посмотрим в качестве иллюстрации, что происходит в суставе при артрозе. Вот здесь как раз показана хрящевая поверхность, которая непосредственно соприкасается с хрящевой поверхностью другой кости. В норме, вот он, нормальный хрящ, гладкий, блестящий, ровный совершенно. И вот они дегенеративные изменения при артрозе. Идет нарушение структуры хрящевой ткани. Соответственно, изменяется морфология самого сустава, нарушаются функции в самом суставе, движение нарушается, которое сопровождается деформацией. Это может быть визуальное увеличение суставов. Ну и, конечно же, это проявляется в головном синдроме. Теперь буквально несколько слов о тех маркерах, которые мы можем увидеть на АПК-Видопульс, которые, опять же, не напрямую, а косвенно могут свидетельствовать о том, что есть изменения, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Что к ним относятся? Какие вкладки? Прежде всего, это вкладка на Ридиана. Посмотрите. О проблеме с опорно-двигательным аппаратом могут указывать изменения по двум меридиямам. Первое – это изменение, как правило, истощение по меридиану трех обогревателей, что свидетельствует о нарушении обменных процессов. И второе – это то, что связано с изменением функциональной активности меридиана почек. вот два меридиана, которые косвенно могут в состоянии функциональной активности указать на то, что здесь есть в изменении опорно-двигательным аппаратом. Следующая вкладка – это вкладка недана, неданатхату. Но что обращает внимание здесь, какая ткань? Ну, прежде всего, это астхитхату. Астхитхату, которая, как правило, при артрозах и при остеохондрозе будет находиться в состоянии истощения из указателей от 0 до 1. Следующая вкладка – это также недана, но только теперь это уже недана сутёша. На что здесь стоит обратить внимание? Здесь могут быть несколько вариантов. Ну, прежде всего, это изменение по сутёше фишака, фишака капха. Обратите внимание, что затронут только сутёше по капха суши. Значит, это слишака капха. В зависимости от выраженности процесса, слишака может находиться либо в состоянии истощения, как правило, дегенеративные изменения, и слишака капха может находиться в состоянии напряжения, как правило, при выраженной симптоматике от андроза, когда имеет место быть отечность. И следующая сутёше, это оваламбака. Оваламбака, она чаще всего при дегенеративных изменениях, она будет находиться также в состоянии истощения, функционального истощения. Право здесь продемонстрировано, находится также в золотом фоне от меня. Вот такие вот специфические проявления, специфические маркеры, которые могут подсказать о том, что имеется нарушение форма любительного аппарата. Все, что касается терапии, останавливаемся, как правило, на препараты компании «Итрада», потому что это аюрведические препараты, соответственно, мы про них уже говорили. Это препарат, который называется «Астикар». Почему? «Астикар» он выкрукается в двух формах, в виде таблеток и в виде крема. Соответственно, можно применять вовнутрь, можно наносить наружно. Наружно в область пораженного сустава, запустим, очень замечательно всасывается. Какими свойствами обладает? Смотрите, он нормализует соотношение белков соединительной ткани. Крещевая ткань это соединительная ткань, то есть идет изменение, стратические изменения. Соответственно, белковый матрикс влияет на нормальное функционирование белкового матрикса, а также способствует правильному обмену минералов. И в целом препарат «Астикар» он способствует восстановлению космоса в пищевой ткани. Следующий препарат это препарат, который называется «Энергоблиз». Почему на нем останавливаемся? Потому что этот препарат эрвидический, который как раз приводит в баланс вата дошу и способствует нормальному усвоению в желудочно-тишечном тракте основных пищевых компонентов. Так как при этих патологиях как правило назначаются витаминно-минеральные комплексы, угощенные витаминами группы D, B, это прежде всего такие минералы как кальций, фосфор. Немаловажное значение имеет их усвоение, то есть всасывание в желудочно-тишечном тракте и поступление непосредственно в переносном роте. Утенер-каблист он способствует такому вот оптимальному усвоению. Ну и буквально несколько слов о профилактике, потому что нет ничего важнее, чем профилактика любой проблемы. И вот посмотрите, профилактика и лечение остеохондроза, в том числе и артроза, они не разделены. Основная задача основная задача это снять напряжение мышц, которые стягивают, которые спазмируют и могут привести к тому, что позвоночник искривляет, к тому, что меняется осанка и имеет место искривление позвоночника, сколиоза, права или лево. То есть снятие мышечного спазма способствует в дальнейшем сформировать нормальный мышечный ковс. И вот основные моменты аюрведических это восстановить причину мышечных зажимов, потому что причиной мышечных зажимов может быть наличие различных тревожных состояний, какого-то страха, эмоционального напряжения. Поэтому нужно уметь расслабляться и снимать вот это мышечное напряжение мышечные зажимы. Это первое. Следующее. Мышечное напряжение нужно снимать непосредственно вот в структуре мышечной ткани. Что сюда относится? Ну, прежде всего, это портуар столичного веса, потому что личный вес создает колоссальную нагрузку, на позвоночнице, на пустаре. Это все, что касается лишнего веса, это все, что касается жидного желота, ну, еще эндогенный жир, и в целом уметь снимать мышечное напряжение, то есть неврелоктат. Это всегда физическая нагрузка, всегда, при любом проявлении остеохондроза, при лихоантрозах, это всегда физическая нагрузка, будь это будет даже лечебная гимнастика, потому что улучшение кровоснабжения, крепление мышц. В целом активный здоровый образ жизни и контроль за останкой во время работы и в буту. Ну, здесь я привожу несколько, так скажем, таких вот релестраций, где видно, что если нужно поднимать тяжесть, то ни в коем случае нужно поднимать прямых ног, все-таки нужно сделать такое вот разгибательное движение в коленях, присесть и потом только поднимать тяжесть. Это уменьшает нагрузку на позвоночный столб, соответственно, уменьшает тяжесть на межпозвонковый диск. И вот здесь вот иллюстрация, которая демонстрирует правильное расположение за столом. Еще раз хочу сказать, что в основном мы проводим рабочий день в таком сидячем положении. Обязательно нужно смотреть, чтобы правильная была высота сидения у стула, чтобы она равнялась в высоте голени ноги. Ноги должны стоять всегда на твердой поверхности, без подключения носочков и не висеть. Спина должна иметь опору. Руки должны вместе с локтями лежать на столе. На твердой поверхности никак не стрясать локти не должны. Если смотрим в монитор, то посмотрите только под определенным углом. Соответственно, где-то 35-45 градусов, но ни в коем случае не вверх. Не прямо. Такие самые простые методы профилактики позволят сохранить останки и таким образом сохранять подвижность и здоровье в целом мышцозвонковых дисках. Ну и последнее, на чем хотелось бы остановиться, что маловажно, диета. Мы всегда говорим, что образ жизни и диета несут колоссальный вклад в лечение любого заболевания. Диета какая? Ну, какой-то такой строгой диеты нет, но определенные принципы должны соблюдаться. Какие? Прежде всего, диета должна быть низкокалорийно, как лишний вес, ни к чему, потому что он приводит к большим нагрузкам на суставах. Эта пища должна быть сбалансирована при неральными веществах и витаминов, и если есть такая проблема, то в пище должны быть фондропротекторы. Откуда есть фондропротекторы из-за обычного нашего рациона питания? Ну, любые заливные блюда такие, холодец, заливное мясо, рыба, студень, это все содержит мукопровиспориды, то есть это не что иное, как андропротекторы. Но нужно понимать, что кипя столько такими продуктами, этого недостаточно для того, чтобы восстановить структуру муку зонковых дисков и пищевой поверхности. но не менее все равно содержит продукты, значит, будет им способствовать. Дальше это молочные продукты, которые богаты кальция. Это ягоды, вот здесь я привожу к коглепиту, у которых очень много витамина, это витамин Д должен обязательно присутствовать в продуктах питания, значит, магний, такие микроэлементы, как магний, содержится очень много семенов полночника и боболу, это продукты, которые содержат фосфор и продукты, которые содержат эфир марганин. И когда мы говорили об остеопорозе, там я тоже делала акцент на то, что марганин показан при дегенеративных изменениях орган великим аппарата. Марганин, который содержится в продуктах как картофель, сельдерей, зелень, грецкий орехик, он тоже должен присутствовать в рационе питания. Сейчас я посмотрю вопросы и какие особенности проблемы лечения. Константин задает вопрос не упомянув хрящ челюстной. Что имеется в виду тот хрящ, который принимает участие в формировании сустава нижнечелюстного? Если об этом идет речь, то соответственно это такая же хрящевая поверхность, соответственно лечение профилактика будет точно такая же. Если я правильно поняла, о чем идет вопрос. спасибо. Если вопросов больше нет, всем большое спасибо. Благодарю вас за внимание и приглашаю на наши последующие вебинары. всем еще раз большое спасибо. До свидания. Спасибо. .